Всем здарова, ребята! С вами Рязан и Ник. Рекс? Рекс, ты где? Мальчик, мальчик, мой мальчик. Мы потеряли Рекса, фак! Вообще, ребятки, мы продолжаем играть в Fallout 4. Поехали. Сейчас мы встретимся с Келлогом. Он где-то здесь, я прям чую. Так, турелечка. Ломаем. Блин, в Fallout 5 дней не играл. У меня вечно какие-то перерывы с ним. Жалко, конечно, что твой дом уже лет 200 и как развалился. Но мне сосед не нужен. Убирайся. Так. Огнетушителем по башке, что ли, дать за сына? Хм. Давайте-ка возьмем на всякий случай. Это вообще как хлам идет или как оружие? Эээ, наверное, как хлам больше. Хламом. А, не, ну-ка, ну-ка. Интересно, девки пляшут. И не оружие. А где он тогда у нас? В разном. А, вот он, вот он. Блин, жалко, что... Нельзя с помощью этой фигни драться. Ну что ж. Заходим внутрь. Командный центр. Так. Вижу всякие панели, приборы. Электросхемы. Что за... Смотрите. Так ты меня обманываешь, ты живой! Не обманывай так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вроде пусто. Пойдем, Ник. Ха. Вот уж не ожидал, что увижу тебя у своих дверей. Я думал, что ты до Даймонд-Сити не доберешься. А даже если доберешься, содружество тебя прожует и выплюет. А вот нет. Я не с того теста, друг мой. Так. Снова синты. Очень красивое место. Не простреливает. Надо быстренько туда пробежать, я думаю. Отлично. Ну, они неплохо так пробивают, на самом деле. Да, видимо, Келагу нравится жить в подвале. С роботами причем. Он очень странный тип. Ну, что, выход, который закрыт. Куда же нам спускаться? Давайте искать проход. Здесь везде скелеты? Слушай, ты в бешенстве, это я понимаю. Но чего ты пытаешься добиться? Все равно. По-твоему, ничего не выйдет. А вот я так не думаю, чувак. Терминал сложный. Кстати, вы мне сказали, что... Что Ник умеет взламывать. Так, ну-ка. Ты можешь взломать вот этот вот терминал, братан? Ой, не то. Так, сейчас мы войдем еще разочек. Наведем Ника. Неинтересно, как это делается. Ни разу так не делал. Поэтому мы с вами сейчас протестируем. Так, что за фигня? Ты взламывать-то сегодня будешь вообще? Вот эту вот фигню можешь взломать, братан? Почему нельзя... Там... Пора уже сделать в игре голосовое общение с персонажем. Это было вообще мега круто. Ну, это, конечно, предел мечтаний. Но, мне кажется, уже, в принципе, по системкам вполне это возможно. То есть, чтобы игра понимала твою речь. На русский язык с этим, конечно, проблемы были бы. Но тоже перевести... Я думаю, реально. Ладно, братан. Ты, в общем, ничего не умеешь. Фиг с тобой. Не важно. Здесь у нас есть сундуки. В которых много всяких штуковин. Патронов. Ядерных батарей. И прочих крутых штучек. Но мы движемся дальше. Но перед этим мы сначала посмотрим, что у нас здесь. Лут, лут и еще раз лут. Говорит-то народная геймерская мудрость. Ой, нифига себе баблинского. Камера. Это полезные штучки были. Уничтожили лазерную турель. Еще одна. Дай ее быстренько сломать. И хинту прям в голову. А ему без разницы. Отлично. Перезарядимся. И добьем еще одного. Куда ты бежишь? Терминатор хренов. Жалко, что нельзя хлам брать в руки и им драться. Там ведром или еще чем-нибудь. Это было бы реально прикольно. А настольная игра радиус взрыва? Не знаю. Возьмем. Здесь у нас мыло и бутылки пива. Пиво еще не открытое. Вас мы любим, вы это знаете. Давайте-ка чуть-чуть, чуточку подлечимся. Кто у нас в помощи? Можно и выпить, в принципе, немного. И выпить очищенной водички. Как она у нас там была подписана? У меня столько мяса вообще, жесть. Неиспорченное пюре. Проверим. Офига себе пюрешка сколько восстанавливает. Полностью восстановила здоровье, представляете? Блин, фулчий графон так классный какой. Особенно вот в таких местах с освещением для работы. У нас новый уровень. Итак, давайте смотреть, что брать. Немножко вниз опустим. Даже не знаю. Пора качать у нас взломщика. Благодаря ловкости пальцев вы можете взламывать средние замки. Необходимо ВОЗ-4. Что такое ВОЗ-4? Восприятие-4. Восприятие-4. А как это делается вообще? Что, качается конкретно вот эта тема? Так, по этому поводу напишите в комменты. Давайте я пока не буду тратить полученное вот это вот очко. Потому что я до этого уже качал постоянно себе удачу и выносливость апал. А у меня до сих пор пишут, типа, необходимо выносливости 2. Вот здесь вот видите, когда я пытался апнуть брюхо. А, у нас есть 2 есть, типа, уровень 17, да? Все-таки надо. Ну-ка. Давайте-ка. Ладно, вкачаем. А, нет, видите, все равно написано восприятие. Короче, по этому поводу напишите, пожалуйста. Кому не вломак. Мне это впадло гуглить. Мне человек простой. Захожу в фулучи и играю. Так, что у нас здесь? Ядерный блок. Это реально крутая тема. Крышки, патроны. Обожаю вот такие вот коробочки с припасами. Боя припасами. Нереально классные. Ой. Плюс за счет того, что у меня вкачана удача, у меня больше патрон. Он находится. Найс. Изолента, скальпель. Стелсбой. Золотые часики. Мне, кстати, одна нога уже полностью вообще, броня развалилась. Вторая очень сильно повреждена, но починиться пока негде. Так, ого. Скелет тут. Что здесь было вообще? Надо разобраться. Посмотрим, что у нас в этой комнате. Стимуляторы. Ой, не зря я сюда зашел. Радыкс. Здесь у нас больные лежали. Их, судя по всему, пытались лечить от заражения радиацией, скорее всего. А здесь у нас какая-то столовая была. Не знаю, почему здесь баба в окне застряла и в такой вот позе. Ну, то есть, да. Давайте не будем вдаваться в эти подробности. Дети смотрят. Ой, ядеркола. Супер. Хорошее задание. Тут очень много лута. И дотрон. Ну, как-то это не особо хочется есть. Ух ты. Пупс. Энергетическое оружие. Отлично. Критический урон при использовании энергетического оружия повышается на 25%. Офигенно. Еще один пупсик к нам в коллекцию. Не зря я сюда пришел. Это кто там такой? Хлена себе. Офигел, что ли? Бить меня. Погнали. Опа. Еще один. Да тварь. Развалился. Так. Сколько ядерных батарей? Давайте проверим. Так, где эта пуха крутая наша? Вот она. Правильный властелин. Маловато батарей на самом деле у меня. Что пока не будем пользоваться. Дробовик скорострельный. Так вот, винтовочка. Вот эта винтовочка вообще классно заезжает. Так, что у нас тут? Квантовая ядер кола. Она восстанавливает очень много здоровья. Чудо клей. Чудо клей нам нужен. Да, именно с таким выражением это нужно говорить. Осторожненько. Вот так вот. Не знаю, почему у меня эта привычка перезаряжаться, когда у меня еще половина обоймы. Она есть у многих игроков. Надо от нее избавляться. Постараюсь сейчас справиться. Еще не поздно остановиться. Развернись и уходи. Тебе еще очень повезло, что у тебя есть такая возможность. Какой-то он такой, знаете, в ее жестыть. Так, еще турели лазерные. Так, пароль. Добро пожаловать. Требуется ввести пароль управления дверью. Открыть дверь. Отлично. У меня оказался пароль под рукой. Давайте здесь все облутаем. Это очень важно. Водка! Сурков! Ух ты! Ну-ка, давайте бахнем водочки. Она в помощи, по идее, будет. Водка! Водка! Ой! Ну, по шарам не сильно дало, но... Эффект есть. Так, руководство по тайным операциям США. Да все мы их знаем. Там зона 51. Атака на Кремль, все дела. Так, в принципе, все и было. Патрон мало осталось. Ой, Радыкс, Радыкс. Еще Радыкс. Стимуляторы. До хрена лута. Опа! Давайте-ка сюда заглянем. Охренеть! Толстяк! Ядерный мини-заряд! Ядерные батареи. Так, такой пистолет у меня уже есть. Этот тоже у нас есть. А, не, подождите. Это какой-то другой, кинетически укрепленный. Ну-ка, ну-ка, потестим. Что за пистолет такой? Блин, толстяк! Вообще у меня уже есть толстяк. Вот. У меня не было зарядов для него. И поэтому я оставил толстяка у себя на базе. Кто не знает, моя база, это, собственно, заправка начальная в игре. Ну и толстяка мы здесь не поюзаем, потому что мы находимся в помещении, а, соответственно, нас это взорвет херам собачьим. Поэтому придется подождать с использованием толстяка. Кстати, я решил тут себе что-нибудь там покушать чипсиков каких-нибудь. Вот. И где он? Я хочу на него просто посмотреть. Какого фига его тут нет? Вот он. Просто я на букву Т ориентировался. Он у нас в кавычках. Есть один заряд на толстяка, который мы можем использовать, ну, потом, потом. Давайте я буду с ним ходить. Но чтобы мне ходить с толстяком и у меня не был перевес, мне тогда придется все остальное время ходить в силовой броне. По поводу силовой брони напишите в комменты. И хотите, чтобы я постоянно в ней ходил или мне ее снять? Так, патроны. Ключ нафиг не нужен. Ну-ка, ну-ка, телек работает? Эх, жалко. Толчки, аптечки. У меня есть несколько предположений, почему так игра в этом месте так щедрится. То есть, постоянно нам аптечки падают. Постоянно мы находим какое-то крутое оружие. Есть два варианта. Либо сейчас будет очень сложно. Либо это задел на будущее такой небольшой. Дробовик в руки возьмем. Проверим, что у нас здесь. Коробочку. Куда делся... Ник? Ник, братан, ты где? Вот он ты. Ну что, Ник, погнали! Опа-опа-опа. Мы уже близко. Сейчас будет, как всегда, распинаться, умничать. Ядерная батарея. Что он там говорит? Ну хорошо, тебе удалось до меня добраться. Мои синты тебя не тронут. Давай поговорим. Он хочет побазарить. И он ими управлял. Я так и думал. Господи, сколько же хилок. Меня это немного пугает. То есть, возможно, он реально сильный. Ну хорошо, поехали. Поговорим. А вот и он. Самый настырный человек во всем содружестве. Превзошел даже меня. Здорово, сука. Давай поговорим. Ты психопат, похититель и убийца. Верни мне моего сына. Отдай мне Шона. Сейчас же. Сразу к делу, значит. Ну хорошо. Ах да, Шон. Славный парень. Сейчас ему будет поболее годика. Но думаю, об этом ты уже и сам догадался. И ты, видать, решил, что сейчас состоится воссоединение любящего папы с сыном. Черт Ас-2 не здесь. Блин, если мы его сразу угандоним, то мы не узнаем, где Шон. Поэтому надо как-то из него это вытащить. Говори ты, сраный наемник, где мой сын? Как там говорится? Близо к локоть, да не укусишь. Вот с твоим Шоном все так и есть. Но ты не переживай. Ты умрешь, зная, что он счастлив. И ему ничего не угрожает. Он, правда, немного старше, чем ты думаешь. Но это уже не беда. Он в институте, где его любят и оберегают. Институт? Хорошо, я найду его. Где бы он ни был, меня ничто не остановит. Вот же ты настырный. Хотя да, на твоем месте, наверное, любящий хороший отец вел бы себя так же. И я бы поступил так же. Жалко только, что толку не будет. Итак, он нам сказал, что хватит базарить, пора приступать к битве. Так скажем, решающей. Ну, хоть он, сука, и мудак, он убил мою жену и украл моего сына, но у него есть немножко, знаете, от настоящего мужика, то есть. Короче, сука, пошел нахуй. Готовься сдохнуть в мущениях, твари. Говно, сука. Так. Ну, кстати, я неплохо его простреливал, но тут еще несколько синтов, и я подстрахуюсь на всякий пожарный. Мы сделаем вот так, смотрите. Ну, выпьем антирадин, хотя не знаю. Мы можем выпить винт, использовать, я даже не знаю. Он, как знаете, больше идет, как вот это вот, брызгалка в горло, что-то типа того. Низки бахнем. Похилим здоровье, и плюс... Так, так, так. Мэд Икс, что там у нас? Сопротивление к урону, это Мэд Икс, да. Мэд Икс принимаем. Ну, и сейчас будет... Будет жестко. Куда ты делся, сука? Ау, невидимый! Какого хрена? Какого хрена он у меня невидимый, пацаны? Это че? Так и должно быть. Или это баг? Может, у нее какая-то хрень есть? Сдохнет, тварь! Почему он был невидимым? Так, стимулятор мозга, пистолет Келлога, револьвер, вау! Я обожаю револьверы, самая любимая тема в играх. 57 урона, что очень классно. Восстанавливает ОД, что такое ОД? Не здоровье, что-то другое, ладно. Чшш, с ним. Офигеть, он реально... Какой классный, надо будет им заняться получше. Так, пароль от терминала, гранаты, стимуляторы, стал сбой. А-а-а, вот что это было. Броня. Ингибитор боли, привод конечности, костюм Келлога, сопротивление урону 30, 30 сопротивление... А, 30 энергии. Все, разделим, мудака. Тварь! Тебе за моего сына. И за мою жену! Да, жестко я с ним разделался. Котоскоп. Сенсор. Он тут занимался своими делами, вот этими вот мудатскими. Что я там понасобирал, мне интересно. Костюм Келлога. Кстати, он классный, реально у него классный костюм. Мы его сможем надеть, когда не будет у меня силовой брони. Сейчас мы отсюда выйдем, я телепортируюсь к тебе на базу и там все это дело замучу. Так. Ладно, потом разберусь, что я тут насобирал. Заберем все остальное. Диктофон. Метросхемы. Что еще тут интересного? Водичка очищенная. Так. Финя. Да, я вижу терминал, к которому нам нужно будет подойти. Но сначала мы добьем весь лут. Вот в таком мы вместе встретились с человеком, который похитил моего сына. Который убил мою жену. Вот что я с ним сделал. Вот его мозги. Ну вот так, тоже контрольный. Сука. Тварь. Ненавижу. Говна. Кусок. Вот что, в принципе, я сделал бы в реальной жизни с человеком, который мне бы так населил. Итак, вводим пароль. Доступ локальный. Имя Келлог. Примечание. Мальчишка Шон успешно доставлен в институт. Оплата получена. Новый приказ. Выследить ренегатов. Собрать подкрепление. Зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро двигаемся. Ага. У него была сначала задача с Шоном, а потом он сюда пришел. Ну, как я и говорил, у него еще были какие-то спутники. Увидели там трупы были, когда мы сюда шли. Но он остался один. И тут управлял симптоми. И, видимо, это был заказ института. Хорошо. Мы пойдем дальше. И мы все узнаем. И ни перед чем мы не остановимся. Открываем двери. И на выход, я думаю, да? Надо с Ником поговорить. Значит, Келлок нам не наврал. Твой сын действительно там. Но даже я не знаю, где находится институт. А ведь меня там сделали. Но ведь должно быть какое-то решение. Похоже, мы зашли в тупик. Надо сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Я знаю человека, который очень хочет узнать, чем институт занимается на самом деле. Это Пайпер, журналистка из Даймонд-Сити. Давай поговорим с ней. Я думаю... А хотя давайте немножко узнаем. И как это Пайпер нам поможет? Поверь мне, эта дамочка знает куда больше, чем говорит. А говорит она практически не переставая. Я думаю, она кое-что знает. В любом случае, нам нужен свежий взгляд на ситуацию. Давайте встретимся там. Встретимся там. Хорошо, увидимся в Даймонд-Сити. И не теряй надежды. Да. Все не очень радужно. Но так будет не всегда. А хотя... Здорово. Так. А, ну ладно. Дуй. Дуй, короче. Что-то я как-то медленно стал ходить. Ладно, друзьяшки. Давайте сейчас я... Тепнусь. Так, ну перед тем, как тепнуться, я вышел, собственно, на крышу и... Это еще кто такие? Твою мать, это кто такие? Охренеть. Так, найден новый сигнал. Давайте послушаем. Ээээ, начата тень стали. Это братство стали, что ли? Серьезно? Я думал, это институт. Ну, нихрена. Видимо, намещается что-то действительно интересное. Так, спускаемся. Какой-нибудь осторожненький здесь. Сейчас. Оп. Нормально, нормально. Куда они направляются? В Даймонд Сити? Так, все, можем отключить. Давайте посмотрим, что по заданиям. Так. Воссоединение. Поговорить с Пайпер. И Тень Стали. Паладин Данса мы уже встречали. И... Что ж они там утят? Прилетели на этих вот, этих вот, огромных... Нестребителях, а что это такое? Похоже на вертолеты, как в кризисе. Все, задание с Келлогом завершено. Мы его угандонили. И мы большие молодцы. Так что, давайте-ка вы в комментарии напишите. Вы напишите в комментарии, что, собственно, мне проходить дальше. Идти к Пайпер, либо же... Идти вот за этими ребятами. Если честно, я больше склоняюсь к заданию Пайпер. То есть, встретиться с Пайпер и продолжить дальше ветку с сынишкой. Либо останавливаться на полпути, а мне кажется, это полпути как-то, ну, не очень. Вот. Ну, если вы захотите, чтобы я пошел, разобрался с этими ребятами, то, пожалуйста, в принципе, можно будет устроить. Я хочу перед тем, как закончить выпуск, протестировать револьвер. Хоть на ком-нибудь. Хоть на ком-нибудь, хоть чуть-чуть. Эй, есть здесь кто? У меня, кстати, сейчас будет перегруз. Так что, я особо тут много... Не могу взять предметов, потому что я собираюсь телепортироваться. О! Гуль. Ого! Ах, сука. Так, спокойненько. Шустрые какие! Револьвер классный. Блин, реально охрененный. Только патрон мало. Надо будет экономить. С патронами беда. Надо будет разобраться. Смотрите-ка. Водичка-то какая хорошая. Аж сверкает парень от счастья. Так. Да вы достали! Вставать! Я как Рикв из ходячих мертвецов. Они правда шустрые. Твари. Это можем взять. Все, хватит тратить на них патроны. Ты лежи, сука. Темно стало. Так, терминал. И сейф. Легкий сейф. Я думаю, этот терминал как раз для того, чтобы открыть сейф. Ключ от трейлера. Хотя, может и нет. Ну-ка. Да нет. Так оно и есть по-любому. А ключ от трейлера. Где этот трейлер? И что в нем такого интересного? Хочу уже добить эту тему. С этим местом. Так, какой-то Саймон. А вот и вторая часть новой белки. Он сказки будет читать? Однажды ночью у дуба, на котором жил Рикки, это из доты, появилась рыжая белка и разбудила его и всю его семью. Пожалуйста, помоги мне, сказала рыжая белка. Я заблудилась и мне некуда идти. Взрослые стали гнать рыжую белку прочь. Но Рикки быстро спустился по стволу и встал рядом с ней. Как вы можете отказывать ей? Закричал он. Просто потому, что она с другого дерева? Ей нужна наша помощь. Уверенность и решительность Рикки подействовала. Блять, тут на меня нападают гули и меня сейчас лидят субтитров. Короче, это история про Рикки из доты. Я прав? Вот, Рикки молодец, помог белочке. Гуль, паскуда, тварь. Отвлек меня. Я тут сказки детям читал на ночь. Хороший гуль. Где этот трейлер? Надо найти трейлер, у которого есть дверь. Ой, достали эти гули. Дикие. Так, это что за дерьмо еще вышло? Спокойней. Ты что, сука, дикий? Короче, они меня достали. Мы немножко поговорим с ними. По-другому. Че за тварь? Че за тварь? Вот, сука. Опасный какой. Его хрен убьешь. Тише, тише, тише. Не даем ему все ударить. Говно. Твою... Твою мать! Он только что оживил остальных гулей. Жесть! Светящийся! Опасная тварь! Реально опасная тварь, которая мне руки сломала. Фух! Ладно, думаю, пора заканчивать уже выпуск, на самом деле. Вот здесь есть дверь. Не могу использовать терминал в силовой броне. А до этого спокойно мы использовали различные терминалы. В чем дело? Так. Нет, 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 не так. Сейчас, секунду. Вот. Yes. Какого фига нельзя это в броне сделать? Ладно, давайте снимем. Так, нафига мне это надо? Серьезно. Столсбой. Я думал, это нормальный терминал. А это какой-то терминал, на котором можно воспроизводить аудиозаписи. Так, я не нашел здесь никакого трейлера, от которого может пригодиться этот ключ. Потому что здесь все они разбитые. Может быть, в одном из трейлеров есть какой-то сейф. Кстати, вот, вот это место мы сюда приходили, и они здесь на меня напали. Значит, здесь что-то есть. Ценная химлаборатория. А, ну, как всегда, здесь варили мед. Нет, они стали монстрами. Типичная тема. Ну что, думаю, пора покидать это место, но перед этим я попрощаюсь с вами, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки и подписывайтесь. Ну и самое главное-то любите, играйте, выиграем. Продолжение следует. Пишите в комментарии, что проходить дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok